Начну с самого главного. Качественная современная экипировка, она не может выиграть войну. Безусловно, нет, блядь. Но она может сохранить здоровье, а иногда и жизнь его обладателю. То есть, человек, у которого она есть, может сохранить здоровье там, где тот, у кого ее нет, потеряет здоровье. Важно ли здоровье или не важно? Ну, ответьте на этот, вот ответьте, ебаные старообрядцы, на этот вопрос. Здоровье важно вообще или нет? Ну, просто, если нет, с вами разговаривать не о чем. А если да, ну, тогда о чем мы вообще спорим, блядь? О чем мы разговариваем? К чему мы кого склоняем? И про что? Никто же не говорит, что вам всем... Надо купить, блядь, костюм Рэйвен, блядь. Немезис, Мэйден Суша, блядь, который стоит 600 тысяч рублей, блядь. И который, по идее, должен маскировать тепловизор, я за это проверю. Никто не говорит, что надо всем обрядиться в такие костюмы. Или что все вы должны обязательно купить Вайликс очки. Или что все вы должны обязательно обуться в лову. Вам говорят за то, что экипировка и снаряжение, и амуниция, они очень важны в плане сохранения здоровья, а значит и вашей жизнедеятельности на войне. Про это уже сказали все. Про это сказал диванный эксперт. Про это сказал олдфрилансер. Ну, про это все уже сказали, кто только мог. Что экипировка, качественная экипировка, она облегчает жизнь на войне. Не войну воевать в ней легче, а жить на войне в ней легче, комфортнее и здоровее остаешься. Но почему? Откуда вот это взялось поклонение бомжевого, бомжства? Я не понимаю реально откуда. Я просто видел всех, вот всех вот этих боевых бомжей. Сегодня я их видел всех. Индусам выложили статью вместе с индусом про него. Эволюцию индуса, понимаете? Всех, кто вы... Вы можете посмотреть на этих боевых бомжей в царе. Они все в современных плитниках, все в современных шлемах, все в современном обвесе. Всего всех оружия в тюнинге. Ну, посмотрите, бля, откуда вы... Образец 2014 года, он сегодня актуален только для мобилизованного пополнения, которому нихуя не дали, кроме флора и сапога, бля. И это не показатель мастерства, не показатель вообще ничего. Это показатель. Люди молодцы, что идут в бой, вот будучи, бля, вот так молодцы. Но это не повод для подражания, бля. Ровно как и не повод для подражания, что надо как морским котиком всем одеться, понимаете? Но у нас есть у людей либо черная, блядь, бомж, блядь, либо белая, блядь. Это морской котик, блядь. Это проистекает только от одного, от неграмотности, некомпетентности. Если сегодня сотрудник не знает, как приведет к нормальному бою коллиматор, это значит, что он ебланил все годы, пока служил, блядь. Кто-то сейчас обиделся? Ну, извините, блядь. Что я могу сделать, блядь? Вот вы ебланили пять лет, а я виноват, бля, да? Или десять? Бля, как сегодня, можно сегодня, после всех видео, после всех статей, после вот этого всего, как можно сегодня не знать, как коллиматор пристреливать? Ну, блядь, ну, как? У меня не укладывается в голове. То есть, понимаете, вы ебланили? Гражданский похуй. Как пристрелить, так вообще, да пизды. Я про военных говорю. То есть, вот вы служили, блядь. Кто десять лет, кто пять. Молчи, говной воевал. И вы сегодня не знаете, как пристреливать. Я наставил на слове пристреливать. Про коллиматор пристреливать и не привык к нормальному бою. Потому что приедение автомата к нормальному бою, это значит, что он прицелом один на сто стреляет. Центр цели. Прицелом два на двести, центр цели. Прицелом три на триста, центр цели. Четыре на четыреста, центр цели. Ну, если попасть, конечно. Вот это нормальный бой. У коллиматора он пристрелен согласно определенных требований и правил, для того, чтобы с ним можно было выполнять задачи на ближних и средних дальностях. Целись по марке, не беря никаких поправок, блядь. В этом смысл коллиматора. В том, что вы целитесь маркой. Не выносите ее вверх, не выносите ее вниз. Ни кликов не делайте, блядь. Как в журнале ружье от 2009 года написано. А под какую у тебя дистанцию пристрелен коллиматор? Ну, в 2009 году, блядь, он мог быть пристрелен под кривую дистанцию. Потому что люди не знали, блядь, ближнюю ночь и такой дальний ноль. Блядь, ну в 2022 году, блядь, уже когда у всех появился телефон, блядь, айфон, где он смотрит порнографию, блядь, периодически подрачивая, он мог скачать туда стрелок про программу, блядь. И узнать, блядь, про ближний и дальний ноль. Или завести себе, вот я мудак, блядь, я мудак, у меня нет стрелка. Но у меня есть друг Дмитрий Грит, у которого есть, блядь. Я ему пишу, Дима Алярова, он говорит, что? Я только не когда на войну еду звоню, а когда только климатор купил, звоню ему, Дима, высота такая-то, патрон такой-то, ствол такой-то. Он не пишет. Ближний ноль такой-то, дальний такой-то, превышение на 50 такой-то, на 100 такой-то, на 150 такой-то, на 200 такой-то, на 220-250 дальний ноль, на 300 падение такой-то, на 350 такой-то. Я знаю, все, у меня до 250 метров, центр цели, грудной габарит, все там. Все. Я понимаю, что из вас все стреляют на 500 из автоматов. Но там уже кулиматор бесполезен. То есть да, блядь, да, кто стреляет из автомата на 500, кулиматор бесполезен. Кто стреляет до 300, кулиматор топ. Если умеешь пристреливать, не умеешь, знаешь как. Ну что значит умеешь, блядь, стрелять вы умеете же из автомата, правильно? Ну, там мушка, целика, ровный спуск, там пиу-пиу, сколько дырок надо попасть, куда крутить. Ну, если вы вот это знаете, да, то проблем никаких с приведением кулиматор к номерному бою нету. И теперь внимание, вот представьте себе, у нас есть вот, блядь, голумотя. У него автомат, он артиллерийский, этот, заряжающий. Знаете, он даже не тот, кто координирует, куда стрелять. У него автомат за спиной, потому что ну вдруг что, чтобы автомат был, ему было не страшно. Он стрелять вообще с автомата не умеет, блядь. Ну, он знает, как предохранитель снять, как достать патрон и как нажать, и на что нажать, чтобы полетела пулька. Ну, любой военный знает это, да? Так вот, я за свои слова отвечаю. Если мне дать его автомат, и я ему пристреляю кулиматор, он будет с этим кулиматором стрелять лучше, чем половина спецназовских спецназовцев, блядь, без кулиматора. Вот он будет с кулиматором до 250 стрелять лучше, чем половина спецназовских спецназовцев. Потому что он будет просто наводить точку, магазином уперевшись в землю, наводить точку на цель до 250 метров, нажимать на спуск и будет попадать, блядь, в грудной габарит, просто точкой, просто в центр цели прицелившись. Отвечай за свои слова. Я за свои слова отвечаю. Просто надо знать, как его пристреливать. И повторяю, если вы не знаете до сих пор этого, и являетесь военнослужащим, и тем более, если у вас есть кулиматор, это печально, блядь. Это печально. Конечно, если вы артиллерист, вы должны уметь пушки стрелять, и не из автомата, и тем более не кулиматором пользоваться. Но если вы непосредственно выполняете, то есть все же военные, они делятся на две части. Одни убивают, пытаются убить врага из личного оружия, а другие пытаются убить врага из пушки, блядь. Танковой, БМП, совсем большой пушки, пиона, тюльпана, ну вот такие военные, понимаете? Так вот, вот про тех военных все понятно. Но про военные, которые убивают других военных с помощью личного оружия, ну они обязаны знать в 2022 году, как приводить нормальный бой кулиматору, пристреливать кулиматору. Просто если они этого не знают до сих пор, то, блядь, это печально. Почему это печально? Потому что по такому же закону приводятся, как кулиматор, приводятся призматики. По такому же закону, как кулиматор, приводятся загонники. Все прицелы, все небаллистические прицелы, приводятся по такому принципу. А баллистических прицелов у нас сегодня, из баллистических прицелов у нас являет только на рукавник 3 и 4. Все остальные прицелы небаллистические. Все остальные прицелы имеют просто марку. И эту марку надо пристреливать, вот как я сказал, по ближнему и дальнему налю. Все. Нельзя на 100 пристреливать ее в центр цели. Она должна быть пристреливать, потому что, ну, вы понимаете же, да, почему нельзя? Просто если не понимаете, бля, ребята, ну тогда учите мать счастья, бля. Это не я самый умный, это вы не очень умные. Бля, извините, что я так говорю, но по-другому уже нельзя сегодня говорить, бля. Потому что, бля, еще раз говорю, гром не грянет, он уже грянет. Знаете, есть выражение? Гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром ебашит третий месяц, нахуй, хуячит гром, бля. Мужики сидят, бля. Знакомый, бля, пишет в интернете, пенсионер, пришел восстанавливаться в часть, в части красят заборы, бля, метут и скребут. А он знает, что часть воюющая сейчас, в СВО. Он говорит, вы тут ебу дали, что ли, все? Он говорит, не, ну а что, у нас два батальона на войне. Он говорит, бля, а вы чем заняты, нахуй? Вы там готовьтесь, бля, там технику там изучайте, нормативы там ползайте по полигону, стреляйте там. Не, ну, сейчас учебный период. Учебный, блядь! Учебный период кончился, ему говорят, нахуй! Все, блядь! Стрелять нельзя! Выебанулись там вообще, блядь! Кончился учебный период, блядь! Блядь, это на полном серьезе! Блядь, война идет, нахуй! А у вас там кончился учебный период, блядь! И по тому, что учебный период кончился, стрелять нельзя на полигоне, блядь! Можно только белить, блядь! Вы что, ебанулись? Реально, блядь! Это же, блядь, представляете, там реально сидит полковник, блядь, или генерал какой-то, блядь, который это утвердил, блядь! Кончился, сука! Учебный период, блядь! Вы можете такое вообще представить себе, нахуй! Вот гражданские не могут, блядь, такого гражданские говорят, блядь, ты какую-то хуйню несешь нам, Саня! И я сам уже думаю, блядь, я либо еб удался вообще, блядь, когда вот это слушаю! Чувак, блядь, насмотрелся моих видео, другой пришел, говорит, надо купить турникеты, надо купить то, надо купить то, ему говорят, блядь, хуйню, ни городе, эсмарх есть у нас, ни капли на гонку вооружения, ни какие ПП, охуенные ПП у нас, вот они, эсмарх и ПП есть, все, давай, не би нам мозги! Окей! Он им говорит, а может проведем занятие какое-то, ПВМ, он говорит, блядь, не би мозги нам, блядь, дай нам, покачаемся пойдем, поподтягиваемся, в футбол поиграем! Блядь, я хуй его знаю, блядь! Вы реально ебанулись, блядь, там совсем! Это не в системе дело, это, с одной стороны, в системе люди пишут, прогнила система, тоси-боси, дело не в системе. Здесь дело в том, что мы, блядь, вот заметьте, мы говорю, не вы, а мы, вот я сейчас мы говорим, мы отупели, реально, блядь, ебать, реально отупели. Мы перестали вообще как-то, ну, какие-то параллели, блядь, у меня в отряд звонят командиру и говорят, что надо сдать в какой-то общий котел ночники с теплаками, потому что их будут с этого котла давать, ну, на общак, а с общака будут распределять, ну, видимо, кто-то, может, мой прямой эфир посмотрел, он говорит, слушай, блядь, ебанутые, у меня два тут есть прибора, у самого, блядь, и наутал я их где-то, которые не сгорели еще никому, я ей говорю, блядь, не дам я их нахуй, вы ебнулись совсем, а я же что буду делать, блядь, у меня части прикрывают госграницу, сейчас в настоящий момент прикрывают госграницу. Как, они там, они слушают, блядь, они говорят, а как нам ночью-то слушать, что враги, я же в прошлом прямой эфир говорил, я же вот по приводу говорю, ну, как, слушайте, ночью, говорит, по лесу, ниндзи нету с той стороны, они не подкрадутся бесшумно, будут по-любому, это, короче, шум создаваться, они вы будете слушать, слушайте, понимаешь, вы думаете, это шутка? Нет, блядь, это не шутка, нахуй, это правда, но про кончился учебный период, это круче, блядь, да, согласитесь, нет ночника, да, и кончился учебный период, поэтому батальон, который поедет менять другой батальон на войну, он сейчас метет, блядь, плац, и никто не спорит с тем, что плац должен быть подметен, конечно, блядь, но, наверное, для этого, ну, другое время надо было найти. Итоги сегодняшнего эфира, значит, даже умные люди тупят, и у меня такое бывает, у всех, но как натупили, конечно, Олег Тиньков и Юрочка дуть, это нонсенс, блядь, потому что, ну, если у вас, говорю еще раз, 21 век, блядь, начался два месяца назад, у вас проблемы, ребят, и вам надо завязывать с веществами, правда, блядь, кроме шуток, просто, вот реально, и заметьте, я никому, вот я нигде не писал, где вы были 8 лет, где вы были столько лет, я просто, говно, я просто адекватный человек, я понимаю, что 21 век, он начался не два месяца назад, не три, а он начался больше 20 лет назад, и то, что мы имеем сегодня, это вал событий, который накатывался с тех пор, это не в вакууме, просто решил ложь, блядь, дай-ка мы пиздану калибрами сегодня, нет, это определенные события, подводили к этому моменту, и они стали следствием, печальным следствием, вот этих событий, но вот так, блядь, следующий момент, блядь, это пацифисты, блядь, которые сидят в Израиле, и хуесосят страну-агрессор, ну, вы, вы, короче, конченые, блядь, не Израиль конченый, вы, блядь, дальше, следующий момент, это про турникеты, значит, слушайте, короче, профессионалов, я считаю, еще раз говорю, Катуллин, Влад Харриган, Димон из РУС, ну, Ливси, пусть у него все будет хорошо, Ливси на войне, Ливси не до, бля, турникетов, вернее, не до тестов, посмотрите, что у них, как я не использую турникеты, и сделайте выводы, блядь, даже в тренировочных целях, вот и все, даже не сказал, меня слушайте, то есть, хотя можете комментировать, послушать тоже, потому что я-то в своих рекомендациях, слушаю людей, то есть, я, ну, до многих не доходит, что те рекомендации, которые я даю, это не то, что я взял на диване, сел, почесал жопу, и рассказал вам двигательный алгоритм, чесание жопы, я его согласовываю с людьми, которые в этом более компетентны, чем я, мы вместе его утверждаем, а потом только я его выкладываю, вот так это работает, понимаете, поэтому меня тоже можете слушать, и третья часть, это про красивых военных, значит, и да, сегодня, если человек, качественно укомплектован, и заряжен, по оружию, по тюнингу, и умеет всем этим пользоваться, что у него есть, это говорит о его компетентности, и подходу к делу, все, сто процентов, естественно, если человека красиво нарядить, блядь, и он ничего не будет уметь, он, он хотя бы не замерзнет зимой, это уже хорошо, и в конце концов, если рядом с вами стоит долбоеб с красивым автоматом, вы в конце концов можете случиться, а если, у него этот автомат позаимствовать, ну, если вы сами умеете с ним обращаться, и он даже при этом будет полезен, чем если бы он был бы долбоебом с палкой, блядь, просто, понимаете, даже в этом случае он полезнее, поэтому не надо бояться красивых военных, а, и да, и снайперы, по ним специально по красивым не стреляют, ну, просто некоторые думают, что если вы будете как бомжи, а ты красивый, то тебя убьет снайпер первым, ну, это тоже признак долбоебизма определенной роли, потому что снайпера, они по другим немного принципам, снайпера выбирают себе цели, вот так, за всем все, в смысле, я со своей частью закончил, можно задавать вопросы, 20 минут времени у меня есть, так, 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 на, еще очень немаловажный момент, редко, но всплывают зависли мои, злобные уебаны, и они, видимо, настроены на диалог, ну, потому что сейчас, я просто смотрю другие паблики, в некоторые паблики захожу, нигде практически, практически, редко-редко где-то что-то пишу, я вижу, там администрация, админы пабликов, они, вот это вот долбоебизм, они вскармливают, для того, чтобы было много комментариев, там, было много обсуждений, это привлекало внимание, нет, блядь, у меня не прокатывает это, только ебало, блядь, долбоеб открыл свое, все, Федька, попугай, что его пугать, ну, то есть, это не работает, блядь, можете даже не пытаться, блядь, ну, баню сразу, без разговоров, блядь, потому что, мне дорого мое время, блядь, и остатки, блядь, этого, психологического здоровья, остатки, блядь, как успокаиваешь свои нервы, после каждого стрима, а я сейчас вообще, как скала, блядь, еще раз говорю, вы то, что вы принимаете, за манеру подачи, как будто я, излишне переволновался, нет, никакого здесь, излишне нету, это все запланировано, запрограммировано, для того, чтобы более, быть, короче, по результате более доходчивым, потому что я знаю точно, что если сидеть и бубнить под нос, блядь, не дойдет, короче, а если говорить вот так, будет доходить, ну, вот так, 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 арахис или азар, должна быть единая связь, этот вопрос, пожалуйста, задайте Максу Каскаду, он в этом вопросе более, более, короче говоря, компетентен, не более компетентен, а я вообще в этом вопросе некомпетентен, я азарт, арахис, азарт, не понимаю даже, чем они отличаются, я знаю, что арахис орехи, блядь, а азарт, что есть такая радиостанция, я понимаю, что, наверное, арахис тоже какая-то есть радиостанция, блядь, но я реально не понимаю, смысл какой, вот вы меня постоянно вынуждаете, чтобы я говорил о вещах, в которых не имею понятия, а потом с меня знающие люди ржали, я поэтому-то и не говорю об этом, ничего, потому что я в этом не понимаю ничего, не хочу даже вникать туда, окунаться, потому что, ну, я в этом не понимаю, правда, блядь, я вот буду рассказывать, там, не знаю, про брюки, блядь, или про футболки, блядь, от землевоинов, или про кепку, блядь, там, ну, не знаю, но я вообще сейчас эволюционировал сильно, я уже могу про прицелы рассказывать, я уже научился их пристреливать, там, да, то есть, работать с ними, с некоторыми, с призматиками, в частности, с коллиматорами, могу рассказать, да, чем АЕМС отличается, там, от 403 серии, а 403 серия, чем отличается от 512 серии, у Холосана, и какой прицел лучше на пулемет поставить, могу уже сказать, то есть, я уже, знаешь, развиваюсь, но это, как сказать, это вот говорит о том, что если вы не тормозите в своем развитии, а начинаете развиваться, то вы можете достигнуть, ну, довольно, как бы, небольших знаний, но достаточных знаний, для того, чтобы на своем месте их хватало для выполнения боезадач еще каких-то консультативных мероприятий для взаимодействия с вами личного состава. Так. Так, 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 так. Так. Какие баллистические плиты в плитнике считаю самыми эффективными? Ну, на данный момент в России это гранит и щелкоткатская, щелковская, щелкоткатская фабрика. Гранита в наличии нет. Шелкоткатская фабрика, шелкоткатская фабрика, она более или менее, короче говоря, попадается еще. Еще попадается, короче. Так. Так. Как показала себя БМП-3? Ну, и БМП-3, и БМД-4, если я не ошибаюсь, то примерно аналоги показали себе неплохо. Но, вот, в чем смысл? Вы, когда вот задаете этот вопрос, как себя показала БМД-3? Как себя показала БМД-3? БМД-3, БМП-3, БМД-4, они создавались под определенные условия для решения определенных боевых задач. И успешность их здесь на поле боя во многом завязана на уровень оппозиции. То есть, с кем они вступают в бой. Поэтому, в данном вот конфликте, да, ну, достаточно неплохо. Будут на той стороне более совершенные танки, боевые машины, ну, будет совсем другой разговор. Понимаете? Поэтому, здесь очень тяжело судить. Так. Так, стоит ли во время СО принимать жесткие меры по кадрам? Ну, какие жесткие меры? Что такое жесткие меры? Конечно, стоит. Это первое, как стоит, не во время, а прямо это супер, короче говоря, необходимость большая принимать жесткие меры по кадрам именно в ходе СВО, потому что это поможет. Есть выражение одно, коней на переправе не меняют, но это касается коней, понимаете? А помимо коней есть еще очень множество единиц, как бы, которые их надо, короче говоря, по ним принимать меры, блядь. кроме байонета, что еще плохого у АК-12? У АК-12 плохого и уникальный дизайн КУД-Антабки и, соответственно, ремень. То есть, если у вас на АК-12 выходит из строя КУД-Антабка, который крепит ремень, подшипнички вылетят, а они вылетают, то другой ремень вы не поставите, потому что КУД-Антабка уникальна, бля, она другая, не подходит. Насколько я знаю, возможно, я ошибаюсь, мне сейчас поправят, бля. Полиэтиленовые плиты не для боевых действий. Я не сторонник полиэтиленовых плит. Есть люди, которым доверяют, я им не доверяю, короче. Вы меня спросили, блядь, какие плиты я рекомендую. Я вам, блядь, порекомендовал, короче говоря, какие плиты я рекомендую. Зачем вы меня спрашиваете про другие плиты? Я реально не понимаю. Вы спрашиваете у меня совет. Я вам даю совет. А вот эти, ну купите эти. Зачем вы меня, короче, спрашиваете, чтобы я вам разрешил, позволил вам, или как? Купите, блядь. Я бы не купил себе за деньги полиэтилен. Плиты, не купил бы. Ну, может быть, в заднюю плейбэк поставил бы. Но в переднюю нет. Однозначно нет, нахуй. Потому что я им не верю, блядь. Полиэтиленовым плитам не верю. Никаким отстрелам, ничему не верю, блядь. Не в том дело, что с отстрелами наебывают, блядь. Ну, короче, на данный момент времени щелкотказская фабрика и гранит. Точка, блядь. Как относится к размещению на спине плитника хозяйственных подсумков? Какие варианты в данном случае взаимодействуют с рюкзаком? Хуевые. Бля, вам надо... Вот, блядь, ну это пиздец. Вот у вас есть бронежилет. Вот. Вот у него, представьте, на спине висят подсумки. Маленькие, большие, там, ну, разные подсумки на спине. А теперь представьте, что вам надо надеть рюкзак сверху. Удобно вам будет? Или вы сейчас думали, я секрет открою, что есть секретный способ повесить туда подсумки, и тогда с рюкзаком проблем не будет. Но я вам открою секрет. Надо все из них вытащить, переложить в рюкзак, и тогда они будут в меньшей степени конфликтовать, потому что под весом рюкзака они сомнутся, ну и как бы будут минимальные создавать дискомфорт, особенно учитывая, что через плиту они все равно чувствоваться не будут. Но рюкзак будет... Ну вообще сверху бронежилета рюкзак, ну такое сидит и так. Поэтому вот вам секретный способ, как носить хозяйственные подсумки на спине вместе с рюкзаком. Фамилия Юрия Евича ни разу не прозвучала. Обычку я должен озвучивать Юрия Евича. Для меня лично Юрий Евич не авторитет в плане медицины. Вот я, кто для меня авторитет, я сказал. Катули, Харриган, Димон из Руса и Ливси. Это для меня авторитеты. А Ливси для меня... А Евич для меня не авторитет. Я имею на это право выбирать себе авторитетов сам. Для вас Евич авторитет. Слушайте, Евича. А, и самое главное. Никаких у меня проблем нет с Евичем. То есть я не собираюсь его там упрекать в непрофессионализме или как-то от нем негативно отзываться. Вообще нет. Просто для меня Евич не авторитет. Все. Примителен к медицине. Как человек по своим человеческим качествам, морально-волевым, как мужчина в плане, что мужские поступки он там совершал и так далее. Вообще вопросов нет. Но я, я не этот самый. Для меня в плане этого не авторитет. Так. Следите за ненавторитетом вооружения, которое направляет западные страны в Украину. Нет. Не слежу. А зачем? Смысл какой? Есть ли смысл отложить 18к на рубаху или имеют ее смысл за 4к? Насколько разница в ценнике критична? Я не совсем понимаю, о какой рубахе речь идет. О боевой рубашке за 18к, ну, это дороговато, на мой взгляд. За 4к, ну, рублей за 6, ну, тысяч за 6, можно сегодня купить достойное изделие, которое будет полностью функциональным. Война с НАТО. Выставим мы какой ценой при нынешних обстоятельствах? Если война с НАТО будет вестись обычными вооружениями, нет. А, цели какие будут у НАТО? Что такое война с НАТО? Война с НАТО на территорию Украины, война с НАТО на территории России, война с НАТО на территории НАТО. Что такое война с НАТО? Победить вооруженными силами Российской Федерации вооруженной силой НАТО мы не способны. Но на своей территории мы можем им создать очень много проблем, которые вынудят их отказаться от своих целей. и таким случаем мы можем сказать, что мы их победили. То есть, блядь. Вопросе, повторяю еще раз, половина ответа всегда. Плиты, граниты, сталь или керамика? Забудьте нахуй про сталь вообще. Забудьте про нее. Я вообще не рассматриваю стальные плиты. Вообще не рассматриваю, что они существуют в природе. Я могу рассмотреть стальную плиту. Вы знаете, есть паховый модуль, а на паховых модулях карман. И вот в этот карман вкладывается плиточка плоская, чтобы к окошечке защитить еще сильнее. Вот я только для этого рассматриваю стальную плиту. Вот такого размерчика, там 10 на 10, да, там или какого, чтобы вставить в другую, в модуль сверху. Вот для этого я могу рассмотреть стальную плиту. Стальная плита в бронежилете основными плитами я не рассматриваю вообще в принципе. Они не существуют для меня на данный момент времени. Продукции Феникс отношусь хорошо, очень хорошие. Делают вещи тактически ЕДЦшного обихода. Рубашки просто великолепные, блядь. Просто супер, блядь. Поэтому очень хорошо. Какие наушники можно привезти на замену ГСШ без замены подвесной системы? Сардины любые милитари, сардины без оголовья. Ну, в смысле, с тактическим оголовьем, с мягким. У меня не будет видео про квадрокоптеры, потому что я в квадрокоптерах не соображаю. Мое мнение про экипировку Ягер, что мне она не нужна нахуй. Потому что у меня есть экипировка вся, которая мне нужна. Что значит использовать? Для чего я... Вот смотрите, у меня четыре бронежилета сейчас лежат здесь. Четыре. Они все нихуя для войны не подходят, правда, потому что они все кастрированные. Ну, с неполноценным камербандом. Но скоро под ОБС выйдет нормальный камербанд сплошной. Который можно будет... Ну, традиционный. Я его сюда повешу, а ОБС, в принципе, меня будет полностью устраивать под мои нужды. Вот. И мне не нужен Ягер сюда вообще. Ягер, ну, я имею в виду Ягермейстер, да. Но фирма Ягер, которая делает плитники, нет. Ничего она там интересного не покажет. Вообще ничего. У нас в России несколько всего лишь контор делают уникальное в чем-то изделие, которое имеет смысл вот рассматривать, бля, вот ты вот это видел, бля, ты вот это видел. Ну, да, есть такие. Но Ягер к ним не относится. Ягер это просто плитники и все, которых, бля, десятки. Они ничем не отличаются вообще, ну, друг от друга, бля. Только названием фирмы, бля. Так. Так, 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 так. Еще вопросы. Если вопросов нет, все, пойдем заниматься своими делами, потому что дел, ну, просто мульон еще. Так. Для зачистки зданий есть ли смысл в ружье? Для зачистки зданий есть смысл в ружье, но смысла в ружье нету, чтобы носить с собой еще и ружье. То есть, учитывая, что надо еще с собой будет таскать ружье, смысл пропадает на войне. Но, если мы говорим про специальные операции локальные, ограниченные по силам, месту и времени территории Российской Федерации, в таком случае в ружье есть смысл. Но на войне в ружье еще и в ружье смысла нету. Так. Будет ли видео про тактические фонари на оружие? Здесь зависит от того, что в этом видео хотите увидеть, я не совсем понимаю. Просто, что вы хотите увидеть в этом видео? Напишите, можете в комментариях, напишите, я посмотрю. Если как работать с фонарями, ну, это бы видео имело бы смысл. Если видео, какой фонарь купить, я 10 раз сказал, какой фонарь купить, зенитку купить или оллайт, какую хотите, такую купите, блядь. Все, вот есть зенитка, есть оллайт. Мы говорим про оружейные фонари, если вообще. Других не надо никаких покупать фонарей. Можете купить за 300 рублей себе фонарик на повесе, но уходите, вообще не вопрос. Я вы, конкретно, какие фонари, я сказал, какие. Так. Ценник на снарягу, когда начнет понижаться, а не повышаться. Никогда. Теперь никогда. Так. Теперь никогда. Теперь будет только ценник на снарягу только повышаться. Потому что, ну. Что значит, опять, повышаться, понижаться? Она в некотором мере может, из-за разницы курсов и прочего-прочего, она может упасть на довольно незначительную величину, потому что ценники на снарягу-то выросли не в разы. Ну, то есть, ценники же на снарягу не выросли в два раза. Они поднялись на определенную величину. Там хитрые формулы есть, как это все рассчитывается. Они сейчас на эту чуть-чуть притухнут, но они не будут такого. Вот стоили брюки семь, они стоили стоить восемь, а теперь будут стоить пять. Такого не будет. Если вы о таком понижении цены говорите. Так. Как вы относитесь к применению пулеметных расчетов? Никак. Я не изучал тактику применения пулеметных расчетов в доктрине НАТО, бля. Так. Как вы относитесь к магнитным креплениям для фонарей? Никак. Не использую. Но не доверяю бы магнитному креплению. Я бы не использовал магнитное крепление. Не использую и не использовал бы, и не планирую использовать. И для чего самое главное, бля? В чем выигрыш магнитного крепления? То есть, вам все равно нужен кронштейн. Ну, повесьте на кронштейн. Купите переходник, просто в который можно будет ставить фонарь на зажим какой-то и все. То есть, я просто не понимаю, в чем... Зачем, короче, изъебываться, бля. Когда есть на 100% рабочие решения, надежные. Зачем изъебываться? Я прекрасно понимаю, что вот эти изъебы, они толкают немного прогресс вперед. Но это не тот случай, бля. Так. 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 Тесно ли в десантном отделении БМП-2? Да. В любой технике тесно, российской. Я ни одной, не знаю, российской техники, внутри которой было бы не тесно. Не, ну опять же, не тесно. Одному, если туда сесть, всех выгнать, нахуй. Залезть туда, лечь там, бля, и лежать. Ну, тогда окей. А если туда загружается отделение, бля, ну, как положено, мы там все, и там пизда, бля. Так. Брюки какие взять? Уфпро или Ген-3 от штурмера? Ну, я бы взял бы Ген-3. Если мы про войну говорим, лучше Ген-3. Они проще. Ну, я бы взял Ген-3. На войну. Выебываться? Уфпро, конечно. Так. 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 Все, пошли одни и те же тупорылые вопросы. Да. Друзья, за всем откланиваюсь. Все, что хотел сказать, сказал. Следующий прямой эфир будет только на следующей неделе. И, наверное, не раньше среды. Не раньше среды. Начало недели будет очень тяжелым. Много дел. Будет не раньше среды. Увидимся. Экипируйтесь грамотно. Тренируйтесь грамотно. Будьте здоровы. До пребыва с вами сила. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова